И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему без доната аккаунту от новобранца до легенды на страйкере. Сегодня у нас уже полноценная 18 серия, связанная с этим аккаунтом. Сегодня, как всегда, изначально мы откроем контейнеры, которые вы набрали за лайки. Обязательно не забывайте прожимать их. Каждые 10 лайков это открытие одного контейнера. Ну и также сегодня мы уже приобретем полноценный третий резист на наш аккаунт. И я уже определился. Также выслушал ваши советы по этому поводу. И взвесил все за и против. Были ребята, которые предлагали, чтобы я взял резист от Грома, от Рельсы, от даже Гаусса. Но я в общем и целом, даже Фреза, я принял решение, что более грамотно и правильно сейчас взять резист от Теслы. От той самой пушки, которая в боях встречается часто. И наносит довольно большое количество урона. То есть, если я сравнивал бы, например, Громов Рельс. Да, их может даже встречается примерно столько же, может даже в моментах больше. Но, 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 но. Они наносят намного меньше урона. Да, кажется, что от Теслы можно где-то уходить, убегать. За счет того, что у тебя есть страйкер с дистанционным подрывом. Ты можешь на расстоянии их держать. Но все равно очень часто бывает то, что Тесла подъезжает к тебе. Либо там с каких-то замечательных устройств наносит дамаг. И этот дамаг очень и очень больно бьет по вашему танку. Поэтому я принял решение, что мы берем резист от Тесла. Спасибо огромное всем, кто предлагал свои резисты и писал в комментариях предложения по этому поводу. Но Тесла, мне кажется, это тот самый резист, который будет актуальнее на данный момент на званиях. Ну и вообще, в принципе, в матчмейкинге. Поэтому мы его приобретаем. Также сразу же быстро прокачиваем. Сегодня также наша задача будет выполнить все заданки. Офигеть, сколько кристаллов у меня хавает это все дело. Очень надеюсь на то, что сейчас мне с контейнеров что-нибудь на выпадает. Потому что я слил около 200 тысяч кристаллов на резист. Это очень и очень много, но у меня уже есть наконец-таки на аккаунте третий МК-6 резист. По прокачкам по вооружению у меня Дика Страйкер уже МК-6 на восьмом шаге качается до девятого. Были ребята, которые на стримах говорили, что я быстро качаю звонку и я не успею до маршала поднять себе здесь Дика Страйкера до МК-6 на десять шагов. То есть полноценного МК-7, чтобы за ноль кристаллов на маршале купить. Не волнуйтесь, все успеваю, все идет по плану и дрон-бустер тоже потихонечку-потихонечку у нас прокачивается. Поэтому мне нужны кристаллы. У нас почти 8000 ГС уже на аккаунте, офигеть. Так, мне нужны кристаллы и десятку контов мы за лайки открываем. 3500, шикарно. Может десяточка бы кемть упала, было бы вообще супер. О, десятка, супер, 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 бомба. Может еще какие-нибудь. О, кристаллы, так, это уже пятерку открыл. Шестой контейнер тоже, десяточка. Хорошо, 150 батареечек сверху. 5 золотых ящиков. Ускорение. И мины. Вот такие вот у нас 10 контейнеров получились. 20 тысяч кри и два раза по 3500. Нормально, что пойдет. 27 тысяч кристаллов. Плюс расходка. Я считаю, что это очень и очень хорошечно. Так. Ну и плюс еще голды упали. Смотрим, что у нас сегодня с заданками. У нас также есть недельные задания. 150 килов, 15 боев и 5 раз победить в командах и войти в тройку лидеров. Ну и ежедневные точки. Ускорение собрать. И контроль точек 270 тысяч урона. Я думаю, что мы можем постараться выполнить в этом видосе все заданочки. Наверное, ну за полтора боя, наверное, можно набить 270 тысяч урона. Если сейчас у нас будут хорошие карты, не супер легенды какие-то жесткие, которые меня будут уносить. И если там досрочек не будет, то тогда я думаю, что, наверное, за полтора боя мы можем выполнить все наши задания. И это будет очень и очень хороший результат для этого видеоролика. Так что будем сейчас концентрироваться и пытаться выжимать максимум с нашего дико-страйкера. Все-таки у нас уже скоро ближится цифра к целым 20 сериям по этому аккаунту. Офигеть. Я, если честно, не думал, что настолько большое количество этих серий у нас будет. Но мы движемся. Мы движемся вперед. Так, меня закидывает против легенд. Но легенды я бы не сказал, что жесткие. Оф, сразу Теслочка против. А у меня уже резистик от Теслы 30% имеется. И вообще приятно смотреть, когда у тебя три резиста есть от противника. А то, когда я с двумя резами катался, моментами думаешь, блин, два реза, блин. Ну, что-то такое, если не очень, да? Не очень круто. А так, когда у тебя уже три реза, такой более солидный какой-то, думаешь, нифига себе. Вот это я сейчас могу понаваливать так, как жестенько. Ну и нужно также не забывать, что у меня на аккаунте дронбрут. И даже фриз, который, например, может замораживать и отключать ДДшку у всех дронов с моего дрона, эту ДДшку не собьет. И это тоже огромнейший плюс для такого дешевого дрона. Ну и плюс, понятное дело, что расходочка у меня Х-двойная, потому что дрон фуловый. Так, будем стараться выигрывать катку. Я думаю, что акцент я лично делаю на центральную точку. Это та самая точка, где можно будет давать наибольшее количество урона. А мне надо 270 тысяч. И отсюда уже буду накидывать по вражескому респу. В надежде, что все будет очень круто получаться. Небольшой пролакс происходит у нас. Надеюсь, что это игра, а не мой замечательный интернет. И будем накидывать дальше. Уже десятку киллов я дал. Посмотрим, сколько получится вообще выдать в этом бою. Ну и, наверное, досрочка будет. Потому что пока что мы доминируем. Пока что у нас все получается. Овердрайв появляется. Но я так понимаю, что я его до своего тиммейта не дотягиваю. То есть это был соло овер. И это, ну, не есть хорошо. Можно было заработать еще дополнительные очки. Но зато я дал 3 килла с критическими уронами за счет прожатия овердрайва. То есть этот момент, конечно, является очень хорошим. Еще и потому, что мне надо заданку на 270 тысяч урона. Также я бы хотел постараться, наверное, занять здесь первое место. Все-таки я играю с легендами. И когда, ну, ты на генерал-лейтенанте с МК-6, ну, ладно, окей, почти МК-7 вооружением берешь первое место. Я считаю, что это очень и очень солидный результат по отношению к легендам, которые, например, имеют фулл прокачку своего гаража. Может быть, даже там 4 резиста. А, ну вот, например, у нас вообще помощник играет 20% рез. То есть я считаю, что если я вот в таких боях я занимаю первое место, то это очень и очень хороший результатик. Так, и, к слову, у нас наконец-таки на этом аккаунте есть хоть какой-то запас по аптечкам. Помните, у меня здесь вообще аптек не было на Аке? Ну и было как-то так тревожно, тревожно, когда ты без аптечек катаешь. Думаешь уже, блин, ну е-мое, ну как так можно без аптек играть на аккаунте, да? А тут уже вот 4 соточки у меня накопилось. И это уже неплохо. Так, пытаются правую точку у нас забрать оппонент. Так, хорошо, отличный крит на 1500 по двум танкам. Заберем сейчас точку обратно. По счету у меня 16 на 3. Вообще идеально. Багванулась немножко точка, но благо здесь все у нас захватилось. Чуть на откатике сыграем, но Хорио Фриз прожимает овердрайв. Овердрайв, конечно, это вообще без шансов. Я ничего не могу сделать, и все. Хорек прожимает овер, и еще и он на Фризе. Был бы он на какой-нибудь такой пушке, которая не наносит в секунду настолько большое количество урона. Может быть, у меня какой-то еще бы шанс был бы. А так это вообще просто миллисека, и я улетел. И я улетел. Так, ну и смотрим, что у нас вот здесь вот будет. Накидочку плотную оформляем. Накидулю хорошую даем. Так, вот так вот. Отлично. Отлично, на добавки. Так, у меня появляется овердрайв. Сейчас можно овер на тиммейтов раздать. Можно было вот этому помощничку дать. Ну ладно. Помощничек куда-то уезжает, поэтому я кину вон туда. Отличную критованную ракетку. Ну а дальше типа и на респах. Соответственно, ни одной больше критованной ракетки я уже выдать не успеваю. Но мы ведем 33 на 9. И остается у нас до конца боя еще 10 минут. То есть, ну это практически уже 100% досрочка. Если сейчас противник, конечно, не проснется. И мне вообще, если честно, хотелось бы, чтобы он, наверное, больше проснулся, чем не проснулся. Потому что бой хороший. Отличный даже, я бы сказал. И все, что мне надо, это бить урон. И в таких боях это довольно легко сделать. Довольно легко. А вот меня может на следующую карту какую-нибудь не совсем крутую закинуть. И там не пойдет. Я потеряю очень много времени. При этом еще и не набью нужное количество урона. Поэтому уж лучше, чтобы вот такие бои, где у тебя идет хорошо игра. Но длились по возможности дольше и побольше я урончика наколотил. Но противник как-то не особо сильно сопротивляется. У нас уже 43 точки. И ничего они не отхватывают до сих пор. Старается сейчас там правую точку у нас противник забрать. Вика Твинс здесь с овердрайвом. Прожмет, наверное, овер. Или не будет сжать. Это молодой человек с приваркой. Да, прожимает. Ну и я ухожу на рез. 23 кило, 500 очков. Если бы в таком бою я набил бы около 50. Ну, наверное, это было бы где-то 1150 урона. А вот это количество. Ну, наверное, где-то... Наверное, где-то около 70. Около 70 тысяч я набил. Сейчас вот можем даже... Катка, если закончится, с досрочкой можем проверить. Сколько я наколотил. Но противник что-то просыпается. Просыпается. Походу, ребяточки хотят показать, что они не пальцем деланы. И сейчас составят нам конкуренцию в этом бою. Если это так, то это будет очень круто. Это будет прям очень круто. Так, вот сейчас эти два типа с нулевым уроном пропадут. Я... Оп. Ай-яй-яй, поторопился. Чуть-чуть попозже бы. Чуть-чуть попозже бы я бы выстрелил. Можно было бы этого хори-фриза забрать. А так в очередной раз он за счет овердрайва меня уносит. И у нас досрочка победа. Смотрим, сколько урона я накинул. Ради интереса. Ради интереса. Почти 100 тысяч. Неплохо. 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 170 тысяч осталось. Если сейчас будет хороший бой без досрочки, то может быть даже за одну каточку я смогу добить всю эту заданку. Ну и тогда у нас получится, что за полтора боя я выполню три заданки ежедневных. И может быть еще что-то из недельных у нас выполнится. Да, вот выполнится, например, эта заданка. Эта заданка не выполнится. Ну, в принципе, потом мы уже добьем их. По челленджу у нас осталось семь дней. И мне осталось 1340 звезд. Я думаю, что я успеваю. И здесь еще сотку танкойнов на аккаунте с 49 уровня получу. Это тоже очень и очень хорошо для такого аккаунта. Как вы знаете, пятьсотку я свою потратил танкойнов. Поэтому теперь танкойны надо копить заново. Ой-ой-ой-ой-ой, какая каточка. Такие звания у нас в бою. Но здесь, да, здесь есть шанс на 170 тысяч урона. Если я, конечно, буду не по домам стрелять. И не по стенкам, а по противнику. То шансы у нас будут. Хорошие звания. Примерно моего уровня противник. Даже может быть послабее. Ну, я имею в виду относительно званий. Относительно вооружений. И будем правой час. Будем пробовать накидывать урончик. Ну и досрочки, скорее всего, в этом бою не будет. Довольно тяжело на такой карте сделать ее. Ну, если получится, конечно, будет нормально. Не получится, ничего страшного. Можно будет зато набить нужное количество урона. По тыщенке стабильно по противнику залетает. Было бы неплохо, если бы больше противников ехало бы на центр. И здесь бы я бы уже от центрика им тоже этот урончик накидывал постоянный. Так, хорошо. Здесь по васпу еще добавим. Ддшку дропу и забираем. Она мне точно пригодится. Васпа этого тоже забираем. Хопера тоже забираем. Мамонт стоит в позиции. Можно по нему было бы покидать. Но почему-то у меня не залетает по нему. Широко. Блин, как это через эту стенку не залетает? А, вот, залетело наконец-то. Я уж думал, что это какая-то ерунда. Не летит у меня урончик. Так, по викингу чуть-чуть покидаем. Хорошо. По 900 очки ему в его танк. Это уже неплохо. Ддшка дропа появлялась. Но при этом я улетел на респ. Еще есть овер драйп. Сейчас бы овер куда-нибудь красиво раздать на тиммейтов. И можно было бы еще бы хорошего урончика накинуть. Шафт где-то по мне свелся. Но за счет того, что у меня был нулевой урон, я никакой домашки не получил. А может быть он бы меня даже и ваншотнул бы. Так, по викингу полторулик залетает. Где-нибудь тиммейт какой-нибудь будет рядом со мной прямо сейчас? Вот прямо сейчас бы тиммейта рядом. Какого-нибудь было бы супер. Было бы супер. Я бы оверпрос дал бы. Красивый овер драйв. Так, очередной мамонт. Хантер не хочет подъехать? Хантер, 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 хантер. Хантер подъезжает. Красавчик, хантер. Окей. Наносим сюда урончик по центру. И, блин, по хопперу не успел я попасть. Откатился он довольно удачно. Так, здесь есть гаус. Как бы мне по нему попасть? Блин, ну выстрел залетал, конечно. Но меня уже слили. Так, 15 киллов. 15 киллов. Пока все идет очень и очень хорошо. Плюс мы каточку выигрываем. Я надеюсь на то, что все у нас получится. По полторушке двум. Накинуем. Ой-ой-ой, хорошее. Еще одно залетело. До звания, к слову, нам осталось сколько? Нам осталось 50 с копейками. 50 тысяч с копейками. Очень долго мне не падает уже премка на аккаунте. Я думаю, что если бы у меня был бы премиум аккаунт на всех ивентах, которые были в последнее время, я бы мог бы уже даже какой-нибудь маршала поднять. С одной стороны это, конечно, круто. Но с другой стороны мне надо дико-страйкера докачать. Поэтому мне еще так быстро лететь по званию не надо. Да. И как только вот я дико-страйкера ДМК 6-го 10-ти шагового докачаю, вот тогда можно будет уже и чтобы премка падала, и чтобы я полетел по званию по-быстрому. Тогда уже будет нормально. Тогда уже будет достойно. А пока еще, ну не надо. Не надо прям жестко так торопиться. Пока мы просто выполняем заданочки. Где-то какие-нибудь там еще на ивентах супермиссии появляются. Их мы тоже выполняем. И все, и все. На этом все. На этом больше нас ничего не интересует. Ну и конечно же надо выигрывать. Выигрывать. Обязательно выигрывать. Давайте. Сейчас мы вот тут еще урончика добавим. Ну мне тоже неплохо накинули. 22 килла за 6 минут, если считать от начала боя. Но я запикался вроде когда было минут 13. Поэтому за 4 минуты 22 килла. Может за 5 минут. Это хороший результат. И где-то у нас еще сейчас будет золотой ящик. Где будет золотой ящик? Я почему-то его не вижу. Он на базе какой-то, да? Или где он падает? Может сзади меня? О, спереди от меня. Отлично. Хорошая точка. Может быть заберем тысячоночку. Бабки, бабки, бабки. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоппер за счет овердрайва своего забирает. Так. Раздаем здесь овердрайв на тиммейтов. Заграбатываем очки. Плюс 2 хороших критических урона по оппоненту. Страйкеру вы знаете, что добавили вот эти вот углы верха. Да, эти углы моментами очень жестко решают. Но, 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 но. Но многие этим не пользуются. Многие этим не пользуются. И я в том числе. Бывает, что забываю, что у меня есть супер угол. И я с этим углом могу там достать до оппонентов в тех зонах, где раньше я этого сделать просто-напросто не мог. Поэтому надо тоже не забывать. На вулкане тоже эти супер углы появились, как и на страйкере. Так. Стоим в наглую на вражеском респе. Открывается еще такая щелочка для прострела оппонента. Добавка урона тоже залетает. Очень не кислая. И по хопперу мы еще добавку добавляем. 32 килла. 32 килла и это опять досрочка. Это опять досрочка похоже. Но противник сейчас у нас захватывает 3 точки. И это хорошо, что он захватывает. Потому что, ну, мне было бы неплохо, если бы у нас досрочки в этом бою не было. Я выполнил заданку. Чтобы я не пикал еще один бой, дабы выполнить задание. Мне лучше бы, если бы мы в этом бою бы все выполнили. И уже могли полноценно радоваться тому, что у нас все заданки за полтора боя. За полтора боя выполнены. А то я в последнее время, бывает, даже там по 45, по 50 минут трачу, чтобы выполнить 3 задания на бездонат аккаунте. То есть, например, когда я на стриме захожу и выполняю заданки. Ну, что-то как-то очень и очень долго. Я не знаю. Как так получается? Может, я балаболю много, а не играю. Ну, вот такие ситуации бывают. Так, ну, смотрим. Я, похоже, не выполнил. Потому что это половинчатая катка. Ну, да. Наверное, нет. Наверное, не выполнил. Да, мне осталось 50 тысяч. 120 тысяч я набил, ну, за довольно короткий промежуток времени. За довольно короткий. Это... Это, конечно, хорошо. Конечно же, хорошо. Сейчас мы, правда, наверное, не будем играть полный бой. Если нас, конечно, закинет не на какую-то начатую суперкаточку. Не 50 тысяч урона. 50 тысяч урона это очень и очень быстро может быть. Это может быть очень и очень быстро. И я думаю, что мы уже полный бой тогда катать не будем. Сейчас посмотрим по ситуации. Я буду примерно считать цифры, сколько я урона выдал. А там уже разберемся. Наверное, давайте на поджиме вражеского респа сыграю. Сыграем на поджиме вражеского респа. И примерно будем считать урон. Который я выдаю по оппоненту. Примерные цифры уже где-то около десятки я наколотил. Так вот, быстро десяточку оформляю. Здесь уже добавка. 12-13. Плюс-минус. Там 50 с копейками вроде было, да? Вроде 50 с копейками было. Поэтому надо еще немножко дополнительно на верочку покидать. Чтобы уж точно задание выполнилось. Чтоб не было такого, что я, например, выйду с боя и такой смотрю. Думаю, что уже выполнил. А на самом деле смотрю и бах. И у меня заданка не выполнена. Это будет очень и очень грустно. Потому что придется заново еще пикать в какую-то катку. Заново пикать в еще какую-то катку. Ну, не хотелось бы. Не хотелось бы. Так, и закинуло, кстати, меня немного к легендам. Ну, как к легендам. Здесь одна вроде как легенда. Против одна. И за нас тоже, да, вроде? А, нет, за нас вообще нет ни одной. И, кстати, это часто бывает, что против есть легенда, а за нас нет легенд. Не знаю, как это работает. Но это типичный матчмейкинг. Это типичный матчмейкинг. Так, хороший урон закидываем сюда. Уже двадцатка смелая точно есть. Может уже даже и больше. Двадцатки смелый. Еще по викингу даем хорошую плюшечку. Заберем точку. Получим какие-то очищи с этого. Ну, команде всегда надо помогать. Нельзя же игнорировать команду. И делать вид, что ты играешь чисто там на свой урон. И все. Команде надо всегда помогать по возможности. Так, стараемся сейчас еще накинуть хороший урон. Здесь тоже какой-то опасный, я так понимаю, чел с дистанционкой играет на дико-страйкере, да? Да. Циферный генерал. Двадцати пяти портантные резисты. По ГСу у него, кстати, почти те же самые цифры. Но у него что-то получше будет. У него прокачка, наверное, фуловая дико-страйкера. Потому что у меня три резиста по 30%. У него три резиста по 25%. То есть у меня фуловый дрон прокачанный. И у него ГСки больше. Наверное, у него дико-страйкер уже МК-7 фулкачанный. Так, накидываем, накидываем. А может мы даже досрочку здесь сможем сделать? Если я смотрю, что тиммейт уже контролирует все три точки. Может есть шансы на досрочку. Если досрочка будет, то вообще будет супер. Тогда мы можем еще и бой до конца доиграть. Еще и недельную заданку дополнительную снять. Может так нам и сделать. Но если будет только досрочка. Если вот прям я буду видеть, что мы сейчас досрочно завершим, то можем мы доиграть до конца такую катку. Если досрочкой не будет пахнуть, то, ну, наверное, стоит лучше выйти. При том, что у меня уже где-то около 30 тысяч урона набито. Поэтому давайте будем сейчас от этого отталкиваться. Ну, в принципе, здесь противник очень слабый. И мы его уже почти прижали к респу. Может быть, все и стоит доигрывать катку до конца. Они контролируют всего лишь одну точку и эту точку сверху. Вот такие вот углы, видите? У страйкера раньше никогда таких углов не было. Чтобы вот так вот могли попасть. Сейчас это, ну, даже без раскачки получается очень и очень просто. Хорошую позицию для себя я нашел. Вот этой позиции можно очень неплохо наносить урончик. Вот сейчас почему-то не залетает. Оп, залетел. Раньше такие ракеты никогда не залетали вообще. В жизни никогда вот такие бы не попали. А сейчас это нормальное дело. Хорошие углы, 45 градусов. На страйкере 26. Точка у нас под контролем. Все точки держим. Прижимаем команду вражескую криспу и может быть даже удастся их задизморалить. Они еще и выйдут. Может вообще так будет. Великолепнее пше-пше-пше. И у нас тогда будет три катки. Три катки с досрочкой. И за три катки с досрочкой мы выполним все задания. Три катки с досрочкой это по сути все те же полтора боя, если целыми они бы игрались. Так, нужно овердрайв где-то раздать грамотно. Если какая-то возможность. Есть такая опция. Раздать на одного тиммейта. Хорошо. Теперь хотя бы один критический выдать. Отлично. Почти даже два успевал выдать. Ну, просто надо было откатиться до своего тиммейта. Так, еще добавляем урон здесь по одному танку. Крусейдер попытается захватить точку, но критический, хороший, плотненький урончик залетает. 36 точек у нас уже под контролем. Все точки контролируются за исключением одной. И это снизу. И эту точку у нас уже тиммейты забирают. Ну, очень плотно. Очень круто. Очень достойно у нас все идет. Сороковочка. Если так мы будем держать, то уже, наверное, где-то через минуту мы этот бой выиграем. Но пока супер. Пока супер. Прижали. Грамотно тиммейты работают. На урон. На накидку. На контроль всех точек. Супер. То, что надо. То, что надо. Идеально. Даже не надо никуда там перезаходить. Так. Диктатор жестко контролирует. Кстати, овердрайв. Видели? Он прям заезжал и по таймингу, прям четко по таймингу заехал. Тогда, когда овердрайв падал. Он шарит. Он шарит. А! Он еще и в чате пишет. Там он знает меня. Я понял. Я понял. Ну, тогда я не удивлен, почему он играет на дикострайкере с дистанционным подрывом. Так. Четыре точки у нас под контролем. Одна точка у противника. И еще одну не захватывают. Надеюсь на то, что сейчас больше точек противник не заберет. Потому что нам нужно выигрывать с досрочкой эту катку. Тиммейты хотят сразу забрать точку, которая сверху. Попробуем прикрыть немножечко тиммейта. И противник прыгает вниз на захват еще одной точки. И, похоже, сейчас наша досрочка будет потихоньку уплывать. Надо исправлять эту ситуацию. Дикострайкер падает минус. Это очень хорошо. Но три точки под контролем у противника. Исправлять надо эту ситуацию. И желательно очень быстро, чтобы не играть здесь еще долгий период времени. Целых 8 минут. Так. 49. 49. Ну и похоже все. Похоже все. Нужно заканчиваться. Давай, 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 давай. Урон я точно накинул. Я уверен, что у меня все уже получилось. Потому что я надал 24 кило. Почти 500 очков. Смотрим. Я прав? Да, я прав. Все шикарно, шикарно. Три боя с досрочкой. Мы выполняем все заданки ежедневные. И плюс мы сыграли три боя. И это очень хорошо для вот этой вот миссии. Заверши бои в любом режиме. 15 раз. 15 раз. А у меня 5 дней на все это дело будет только. Да, поэтому очень хорошо, что мы эту заданку тоже вот. Ну так вот увеличили, можно так сказать. 6 боев у нас уже имеется. У меня 2 100 звезд. 2 100 звезд. Вот это я тоже очень неплохо плюсанулся. И плюсанул еще контейнеров. Целых 5 штук за видеоролик. Плюс 5 контейнеров. Десятку открыл. И плюс 5 контов за видос сумел заработать. Очень и очень достойно. Поэтому, друзья, прожимаем лайки. Подписываемся на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать. Новые видеоматериалы. Ну и не забываем про то, что каждые 10 лайков. Это все так же открытие одного контейнера на этом аккаунте. Поэтому поддерживайте. Спасибо, что смотрите видосы по этой рубрике. Хоть и в последнее время они набирают не такие бешеные, крутейшие просмотры в связи с тем, что кому-то она не нравится уже эта рубрика. Но я честно вам скажу, мне она безумно нравится. И я надеюсь, что мы вместе с вами до нашей легенды на Дикострайкере дойдем. И все у нас получится. Поэтому спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok